Добрый вечер, друзья! Рад вашему присутствию у телеэкранов. Сегодня в главной роли Андрей Кончаловский. Андрей Сергеевич, добрый вечер, приветствую вас. Только что с оглушительным успехом, по-другому не скажешь, в Театре Моссовета прошла премьера поставленного вами спектакля «Знаменитые чеховские три сестры». Я смотрел на людей, которые пришли на этот спектакль, и понимал, что каждый из них ждет как минимум, чтобы мы не плюнули в душу, и как максимум каких-то откровений. А что для вас в этом пути стало открытием? Что в самом первом шаге на пути, еще раз на пути к Чехову, вы совсем не ожидали? Что стало открытием? Откровенно, что я их поставил. Потому что, когда я брался за эту работу, глаза боятся, руки делают. Я три месяца приблизительно где-то там внутри находился, и потом вдруг обнаружил, что я вообще как бы поставил ее. Просто поставил. «Три сестры» ведь, на мой взгляд, самая сложная пьеса Чехова, не только по количеству характеров, но по объему взаимоотношений, возможностей и лейтмотивов. В общем, это симфония, я называю это симфония. И когда я начинал, я абсолютно не представлял себе, где я вынырну, когда нырнул. И вот когда мы вынырнули и, так сказать, посмотрели, оказался очень неожиданный пейзаж вокруг нас. Потому что, конечно, не знаешь, что делаешь. Я не верю, что режиссер должен знать, что он делает, что он сделает. Он должен знать, куда двигаться. Ну, это первое. Второе. Я вот сейчас сидел, думал с вами о своем восприятии, Антона Павловича, и подумал, что своими глазами я стал на Чехова, своими глазами, я стал на Чехова смотреть, в принципе, лет 10 назад. Хотя первый Чехов, который я поставил, был, понимаете, 40 лет. 70-е годы. Да. Поэтому там я смотрел глазами Бергмана, вот как бы он сделал, понимаете. А вот это большое удовольствие больше не думать, кто бы как сделал, в исключении того, как бы это сделал Антон Павлович. Ну, собственно, я как бы самонадеянно считаю, что он и есть мой как бы духовный цензор Антон Павлович. Поэтому кто его знает? Мне кажется, что ему бы понравилось. Недавно человечество отмечало юбилей Глена Гульда, изумительного пианиста, гения, ни одной одинаково сыгранной ноты. Как у очень больших мастеров непредсказуемо, но логично. Вот так. Вот эта формула в вашем спектакле удалась непредсказуемо, но логично. Ну, не знаю, хотелось бы, потому что, ну, вообще, таких Глен Гульд было очень мало. Во-первых, он был сумасшедший по-настоящему, то есть в каком смысле сумасшедший. Он был абсолютный перфекционист, и он настолько был погружен в свой собственный музыкальный мир, что то, что он делал, становилось такой призмой Глена Гульда. Я такого пианизма не слышал. Но такого совершенства мне очень далеко, естественно. Но я думаю, что когда волнует, то логично. И начинает волновать, когда непредсказуемо. Вообще, худший случай, когда нелогично и предсказуемо. Так бывает. Это называется неправда. Неправда, конечно. В театральное неправда. Да. Но пока спектакль еще, он только начинает появляться, меня спрашивают, поздравляем. Я говорю, у меня еще только темечка появилась. Понимаете, спектакль еще не родился. Ордничок еще не зажил. Он не может появиться сразу. Хотя мы уже поиграли там два раза на публике. Но артисту играть на публику очень тяжело, пусть так как он... Я всегда сравниваю репетиции с хождением по бревну, который лежит на полу. Если бревно на полу, то по нему ходить очень легко. Но если вы положите его над пропастью, бревно тоже. Но пропасть заставляет вас по-другому идти. Вот это вот, на мой взгляд, точная психофизика, когда то же самое надо делать, но зритель. Но у вас замечательные канатоходцы. У вас ансамбль, по-другому не скажешь. Как Станиславский говорил, для меня не важен не коллектив талантов, а талантливый коллектив. А у вас как-то удивительно все это получилось, что и артисты замечательные каждый по себе. И здесь действительно ансамбль способный пройти над самой глубокой пропастью. Последовательность чеховских спектаклей «Чайка», совсем недавний дядя Ваня и «Частые сестры». Насколько она для вас закономерна и насколько случайна? Не знаю. Я пьесы выбираю очень... Пьесы выбираются случайно. «Чайку» предложил стреллер. «Дядя Ваня» для меня уже был более осознанный шаг не потому, что я хотел ставить «Дядя Ваню», а потому, что я хотел ставить «Чехов». У меня было вообще в принципе все равно, что ставить, как пьес «Чехов». И сейчас все равно. Для меня «Чехов» это... Я не могу сказать, что это лучше, что это хуже. Это все музыка Бетховена. Ну, понимаете, первая там или девятая симфония. Поэтому стал «Дядю Ваню» ставить, и когда я поставил «Дядю Ваню», я почувствовал, что возникает та возможность, о которой я очень давно мечтал. Не знаю, насколько она осуществлена в полной мере. Я хотел бы поставить хотя бы три пьесы Чехова с теми же самими артистами в абсолютно противоположных амплуа. Те же самые артисты, в принципе, это оркестр. Вы же не меняете оркестр, когда вы играете разные симфонии. Когда у тебя оркестр возникает, складывается вот так, то это замечательно, что можно с ними поставить там, скажем, двух, или желательно даже трех, три чеховские пьесы, которые играются... В один вечер? В один вечер невозможно. В один день, конечно. В один день невозможно, но две сыграть возможно. Я вообще мечтаю. Вот сейчас получилась диалогия, и вот мечта моя сделать день с Чеховым. Утром дяди Ваня утренник, а вечером... То есть, да, а вечером три сестры. Вот в такой последовательности. И тут очень важно подчеркнуть, я специально акцентирую внимание зрителей, что это один состав актерский. Не разный, а один. То есть вот вся команда... Именно это должно. Конечно. Это очень интересно. Я специально обращаю внимание. Это очень интересно, потому что это другое путешествие. Андрей Сергеевич, я хочу специально сейчас назвать всех тех, кто занят спектакли, потому что, ну, это просто очень здорово и важно. Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Павел Деревянко. Очень неожиданные. Да все неожиданные, поэтому не буду больше говорить. Ну, Тузенбах. Наталья Вдовина, Ирина Карташова, Александр Бобровский, Лариса Кузнецова, Галина Боб, Ирина, Виталий Кищенко, Алексей Гришин, Владос Богдонас. Браво! Это... Они просто потрясающие молодцы. Огромное им спасибо. Но хочу спросить, после того, как я перечислил артистов, следующее. У вас все-таки кинематографический взгляд, он сформирован, и это как плюс, наверное, так и в каких-то случаях минус. А в чем вы видите кинематографический? Дайте я спрошу, дайте я спрошу. Пленка, целлулоид этот волшебный, в идеальных случаях фиксирует золотые моменты выплеска актерского. Вот здесь, когда на репетиции проходили особенно классные моменты, не было вот так подсознания, эх, заснять бы это. Да нет. Нет? Ну нет. Вот это, мне кажется, что это заблуждение, что у меня кинематографический взгляд. Ну, то, что я снял много картин, не значит, что у меня кинематографический взгляд. Просто там я начал заниматься режиссурой. Но потом я стал ставить оперы, где вообще все по-другому. И театр, мне не кажется, что я использую, я выключаю абсолютный инстинкт кинорежиссера. В театре зритель монтирует сам. В театре зритель в состоянии выбрать на сцене, за кем он хочет следить. А в кино он нет такого выбора. В кино зрителю дан, так сказать, предайджестит какой-то выбор крупных планов. Для меня в театре важна, скорее, живописность, если говорить о кинематографизме. То есть я люблю, хочется красиво, чтобы было. Понимаете, сделайте мне красиво. Но я хочу, чтобы было красиво. Потому что, во-первых, слишком много некрасивого в жизни и в жизни окружающей нас. И мы подчас не обращаем внимания на то, что может быть прекрасно. Это очень важно. Мне кажется, что бедный театр, у нас мода на бедный театр пришла. Но она пришла еще там от Брехта. Она немножко, на мой взгляд, затемняет, вернее, лишает зрителя насладиться чем-то, что не является эмоциональным, но что является эстетическим. Ну, вообще-то, честно говоря, самое идеальное, когда эстетически замечательно, и когда это эмоциональный поток. Вот самое главное. Мы смотрим спектакль, попадаем в этот эмоциональный поток, погружаемся, ныряем в этот мир. Дальше вы даете возможность зрителю вынырнуть, набрать дыхание, задержать дыхание, вынырнуть в нашу действительность. Вот этот ход, который использовался и в «Дяде Ване». Это диалогия. Да. Декорации ведь даже, вы понимаете? Насколько в этом есть элемент хулиганства для вас? В этом есть озорство определенное. Но нарушение театрального принципа, мне кажется, во-первых, промоверного, а во-вторых, мне кажется, это то, что можно назвать современным подходом отчуждения. То есть брейфтовским принципом. Потому что есть театр, есть как бы не театр. И мне кажется, что не театр, вот такой не театр, он зрителя выбивает. И это, мне хотелось бы, чтобы он был выбит. Погружение в театральный мир, вообще, честно говоря, вы знаете, я вот думал вчера, какие же счастливые мы люди, те, которые занимаются театром, в который ходят зрители. Почему вообще, если подумать, в наш век, это коробка театральная, там актеры, волнующиеся за каким-то занавесом. Некое таинство, похожее то ли на шаманизм, то ли на какой-то, понимаете, ритуал. Зрители приходят... И деньги платят. Да, платят деньги, открывается занавес. И тысячи человек, затаив дыхание, смотрят на абсолютную выдуманную ложь. Это счастье, безусловно. Нет, это фантастика, потому что мы в 21 веке живем. Это вообще очень религиозные чувства, потому что люди, вообще, по идее, люди должны... Мне кажется, самое прекрасное для зрителя – это чувство благодарности после спектакля. Благодарности, потому что, мне важно, смеется ли он, пугается или плачет. Потому что он должен быть вовлечен, а это значит, что он ребенок. И вот это вот... Он благодарен за то, что он что-то испытал как ребенок, потому что он поверил в выдумку какую-то. И это, мне кажется, я счастлив, что в России, а в Москве, есть такой благодарный зритель. Потому что в мире его все меньше и меньше, все меньше и меньше. И у меня вот многие говорили, англичане, которые приезжали, они потрясены были, что цветами, а потом у театрального подъезда стоят, как в 19 веке, то у нас в 19 веке кончилось. Чтобы стояли люди с цветами, с конфетами там сзади, под дождем. Это удивительное качество. Слава Богу, что у нас есть этот зритель. Потому что пока есть такой зритель, может существовать не только театр, но может существовать репертуарный театр. Вот после этих слов я хочу поздравить прежде всего зрителей с тем удивительным чувством, о котором вы только что говорили. Чувство благодарности, чувство сопереживания этим замечательным, бессмертным трём сёстрам. Спасибо большое, безусловно, и всем тем, кто задействовал в этом спектакле, кто работал над этим спектаклем. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сегодня в главной роли Андрей Кончаловский. Мы говорили о спектакле «Три сестры», поставленном Андреем Сергеевичем в Театре Моссовета. Обязательно увидимся. Счастливо.